Всем привет! 14 мая 2021 года. Сквер Гуртьево наш расцвел. Посмотрите, какая замечательная растительность. Очень красиво. Несмотря на то, что погода такая не солнечная, тепло, ветра нет. Прекрасно. Давайте немножко пройдемся по этому замечательному месту. Посмотрим на деревья, растения, саженцы принялись, которые я снимал. В том году люди высаживали местные жители из окрестных домов, близлежащих. Очень красиво. Настроение замечательное. Наконец-то наступила теплая погода. Можно гулять, кататься на велосипеде, радоваться жизни. И это надолго. Впереди весна, лето, ранняя осень, золотая осень. Ну, в общем, поживем теперь, я надеюсь. Это у нас цветы, потому что недавно был праздник 9 мая. Цветы принесли венок в памятнику генерала майора Уртьева, могила которого находится на Троицком кладбище. Пройдемся немножко. Там у нас улица Пионерская, с той стороны улица Гуртьева, а там впереди библиотека имени Бунина и улица Салтыкова-Щедрина, а позади улица Октябрьская. И виднеется фундаментальная библиотека. Ну, хорошо тут, в общем, и на лавочке посидеть, и пройтись так мимо. Если кто-то куда-то идет, просто, знаете, кусочек природы у нас. У нас в центре находится такой. Пройдешь, послушаешь, птички чирикают. Деревья замечательные. Ну, на клумбах пока еще ничего тут не колосится. Ну, это дело такое наживное. Что-то вот сделали здесь, что-то посадили. Или наоборот выкопали. Не знаю. Ели такие, да, классные. Старые ели. Такие дремучие. Много здесь всяких растений. Деревьев. Будем беречь этот сквер. Вот, кстати, Надо как-то что-то сделать. Как-то это все разваливается. Это у нас такая плита мемориальная. Рассказывает нам о том, Что аллею Великой Отечественной войны Эту заложили в 1965 году Вот эти герои Советского Союза. Фиксирую. Замечательная аллея. Спасибо героям. Мы теперь ходим тут и любуемся. И елями, и каштанами, И саженцами, И местным жителям спасибо. Прекрасно. Замечательно. Так. Я еще вот до тут дойду И закончу ролик. Потому что как бы Тоже часть Квартала зеленого этого Ну, вот библиотека Бунина. Она, конечно, нуждается тоже В ремонте. Фасад обветшал. Заграждение. Заграждение не ходить. Возможно обрушение Лепнины и наледи. Тут большое, конечно, здание библиотеки. Его трудно содержать, наверное, в порядке. Тут лепнина вот эта в самом деле. Ну, а что делать? Надо как-то потихоньку, Хотя бы по чуть-чуть что-то доделывать. Все-таки библиотека эта замечательная. Спасибо коллективу. Проводятся здесь всякие встречи. Литературные. И даже спектакли какие-то менее. И концерты, выступления. Горького 43. Славится здесь, помню. Вот снимал ансамбль. Ну, в общем, здорово, здорово. Нужное учреждение. Культурно-массовое такое. Нужно, конечно, его как-то в порядок приводить. Ну, по возможности. А, вот, давайте закончим мы памятник Бунину. Все-таки его именем названа эта библиотека. Хотя в советское время и она называлась. Библиотека имени Крупской. Надежда Константиновна. Теперь библиотека имени Бунина. Переименовали, то есть. Не знаю. Зачем? И Крупская деятель, и Бунин деятель. Шишечка лежит. Приятно. Еще одна. Вот такие шишечки. И памятник Бунину тоже желательно помыть. И вы знаете, я бы, наверное, ему еще и зрачки нарисовал. Как-то это не особо. Ну, это дело такое. Может быть, там, вырубить, я не знаю, чем-нибудь, камнерезом каким-нибудь зрачки. А то как-то белые глаза, это не очень. И помыть надо, а то вот плесень у него на лице у памятника. Ну, в общем, что увидел, то и снял. Вот такая цитата бунинская. Вот. Хорошо все, мне понравилось. Ну, тоже надо как-то ремонтировать периодически. То, что обваливается, отваливается. Культуру надо поддерживать все-таки. Вот, третью шишечку возьму. Вот. Будет у меня три шишечки на память об этом ролике. Все. Вот так, да? Место красивое. Поставлю на заставку. Погода замечательная. Спасибо вам за просмотр. Шишек тут много. На вас хватит. Приходите. Гуляйте. Не мусорьте. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Подписывайтесь на мой канал. Фонтанчик. Субтитры сделал DimaTorzok